Форма одежды парадная, но рабочий день никто не отменял. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. В МРИЛ это около 3000 человек, большинство из которых провели этот день на своем посту. И это совсем не обязательно патрулирование улиц или работа на месте преступления. История о человеке редкой профессии даже для структуры МВД в нашем сюжете. Проверяется нет ли патронов патронники и производится разборка. Майор полиции Игорь Кленчев обладатель штучной для республики профессии. Он единственный преподаватель огневой стрельбы в центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел МРИЛ. А поскольку все сотрудники полиции вооружены и уполномочены применять оружие, то важность дела, которым с 2012 года занят Игорь Валерьевич, очевидна. Год где-то у нас по 3-4 выпуска происходит. Плюс обучаем сводные отряды полиции, которые выезжают в северно-кавказский регион для выполнения служебных обязанностей. Так что плюс у нас есть повышение квалификации. Люди, которые перешли из службы в службу, обучаются, проходят через нас тоже. Курсанты обучаются в центре полгода. И только потом допускаются к теоретическим и практическим экзаменам. Но научиться стрелять – это еще полдела. Важное значение преподаватель уделяет мерам безопасности при использовании оружия. Пытаюсь донести именно вот эти вещи, что оружие, как у нас есть поговорка, раз в год даже палка стреляет. Оружие считается, даже если разряженное, всегда заряженное. И стараюсь объяснять им, что если что-то не знаете, то делайте по моей команде. Игорь Кленчев вспоминает, что свой первый выстрел он сделал еще в пятом классе. Тогда отец военнослужащий взял его с собой в тир. Дело было в Новосибирске. Мальчик еще и пистолет держать не умел. Помог родитель. Теперь с оружием Игорь Валерьевич не расстается и по долгу службы, и по зову сердца. Я являюсь членом Федерации практической стрельбы России, являюсь его постоянным участником, кандидатом мастера спорта, также судьей практически все выходные и свободное время, в том числе отпуск, так как служба не позволяет. В основном получается, когда мы находимся в отпуске, участвую в соревнованиях, езжу на чемпионаты в России. Любой мужчина должен болеть оружием, я считаю так. То есть это истинно мужское занятие, которое приводит любого мужчину в восторг. Но лично меня так.